12.07 в Кирове. 12.07 в Кирове продолжается программа «Дневной разворот» и это «Разворот на бизнес». Партнер программы «Разворот на бизнес» Кировский завод «Сельмаш». Студия по-прежнему Олег Прохоренко и Светлана Занько. А в гостях у нас сейчас по-прежнему Наталья Михайловна Кряжева, министр экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области. Юрий Геннадьевич Исупов, старший вице-президент Вятской торгово-промышленной палаты. И подошел Сергей Александрович Борисовец, это директор или руководитель Верхошижемского фанерного комбината. Да, все, привет, здравствуйте. Да, мы попросили Наталью Михайловну и Юрию Геннадьевичу остаться с нами на 10 минут в начале этого часа, для того, чтобы так передать эстафету, что называется, нашим промышленникам. И надо сказать, что мы закончили прошлый час разворота на бизнес и в истории, которая связана с логистикой, которая связана с проблемой и дефицитом вагонов, возникающих на РЖД, и теми способами, которые рынок справляется сейчас с этой проблемой. Мы понимаем, что у вас наверняка, я сейчас обращаюсь к нашему новому гостю Сергею Александровичу Борисовцу, тоже касается эта проблема. Да, но у нас в частности именно касается РЖД по трансконтейнеру, то есть контейнера, а не РЖД перевозки. В чем здесь разница? Нас не интересуют платформы, вагоны, которых не хватает, то есть нам нужны контейнера, потому что железной дороги нету в Верхошижеме, в районе, поэтому мы перевозим контейнерами весь свой продукт. На автомобилях? Да, автомобилями до станции, станции грузят на платформы и уже и везут. Но у трансконтейнера есть всегда почти платформы. То есть то, что можно снять с автомобиля и перегрузить на железнодорожную платформу, вот что такое трансконтейнер, я поняла. Или на какой-нибудь баржу, или на КВЭ. А потом уже он едет в Санкт-Петербург или еще куда-то. И вот здесь, вот сейчас до меня наконец доходит, вот здесь, Юрий Геннадьевич, вы и рассказываете, что появляются компании, которые закупают свой актив в виде вот этих трансконтейнеров. Ну, не трансконтейнеров. Ну, платформы. Платформы. Да, да, для погрузки круглых лесоматериалов. Это большие такие массивные платформы со стойками. Вот, на сегодня там все фанерные комбинаты имеют, все предприятия целлюлозобумажные, типа Котласа, Правдинска, они все имеют платформы. Типа Кастамона, которая в гостях была, да, а вот здесь платформы для контейнеров, это немножко другие конструкционные моменты. Они похожи, но они немножко другие. Ага. И вот, кстати говоря, чтобы добить уже эту логистическую тему, мы, когда здесь приезжал Ива Уахаси, эксперт японский, да, и рассказывал про опыт инвест-проектов в Ульяновской области, про подход, который складывается там, он говорил, что вот когда приходит японский инвестор, они что делают? Они, во-первых, очень много делегаций посылают одна за другой, потом выставляют какие-то условия. И он приводил такой пример, что вот, чтобы построить у вас завод, японские инвестиции, японский завод, мы хотим, чтобы, говорят губернаторы Ульяновской области, мы хотим, чтобы вы нам до автомобильной магистрали построили там четырехполосную, значит, дорогу. Вот такого, причем вот таких технических условий. И это такое испытание. Если начинают чиновники, говорят, нет, давайте, пожалуйста, вы зайдите сюда за своими инвестициями, давайте вот тут построим, а потом мы подведем коммуникации, посмотрим, как будет работать, значит, мы сделаем дорогу в течение ближайших 5-6 лет, это бы не прошло ни за что. Я вспоминаю историю с ТЭКой, которая там несчастная, несколько десятков метров, никак дороги к своему производству не могли выпросить. Да, вот это реальный пример. И на Юльяновск строит четырехполосную дорогу, не задавая вопросов, для чего, и японские инвесторы заводят деньги и строят там очередной, а там уже ульяновский очередной большой японский завод. И они поясняют, что, конечно, для нас очень важно, несмотря на то, что мы работаем в России, be in time, что называется, быть минута в минуту со своими поставками. И к нам, чтобы поставки были, и мы тоже. Поэтому нам нужна была четырехполосная дорога до магистрали, чтобы наши автомобили, наши контейнеры беспрепятственно проезжали до магистрали и летели с той скоростью, с которой нужно. И нам нужна была реакция властей. Вот если они строят, если они понимают, что, они же изучали этого инвестора, они понимали, какой бизнес. Они строят, говорят, мы выполняем свои обязательства. Тогда инвестор снимает все вопросы, заходит и выполняет свои обязательства. Что касается Кировской области, мы тут с губернатором тоже на круглом столе в встрече с журналистами дискутировали по поводу экспертного мнения, поскольку наш вязкополянский промпарк в самом подвале рейтинга привлекательности промышленных площадок в Российской Федерации, там 80 с лишним площадок, и мы там в самом последнем десятке. У нас только один был небольшой плюс, это все-таки мы применяем какие-то меры поощрений, типа налоговых, все остальное внизу, в том числе логистика территориальная, там это расположение, управление и прочее. Он сказал тогда, Игорь Владимирович, ну что имеем, ну что имеем, то имеем, он сказал, вот так вот, да, как бы. И поэтому, кстати говоря, вот у нас представители лесного промышленности, представители, кто же был там, Министерство лесного хозяйства, Дмитрий Сергеевич Лебедев, он тоже пытался, значит, привлечь инвесторов в Вязкополянский промпарк, но я так понимаю, что все-таки нет. Где лес, а где Вязкополянский промпарк, это разные, наверное, совершенно вещи, да. Но все-таки мы, вот не зря пригласили сюда Сергея Александровича Борисовца, потому что фанера наше все, судя по всему. Ну, на данный момент в развитии Кировской области, да, фанерные предприятия очень сильно развиваются, очень большими темпами, и у нас открывается новое фанерное предприятие, которое вкладывает огромные инвестиции в область, дают рабочие места, и уже более совершенное оборудование идет, которое позволяет не просто низкосортно производить фанеру какую-то, а именно высокого качества, ту, которая нужна, нужна не только России, но и всему миру. Наталья Михайловна, у нас есть еще резерв в Кировской области для открытия новых фанерных предприятий, или уже все-таки мы, рынок занят, и надо развивать то, что у нас есть? Ну, в любом случае, вторая очередь, Вятского фанерного комбината у нас в строю, Мураши тоже в строю, поэтому я предлагаю подумать уже о какой-то другой продукции. Юрий Геннадий. Вы знаете, здесь еще непростой вопрос, я задавал разным людям вопрос, а сколько у нас заготавливается фанерного сырья, это в развитии, и я получал совершенно разные ответы. Один мне говорит, там, меньше миллиона кубов, кто-то говорил, миллион сто, кто-то миллион пятьсот, поэтому действительно вопрос связан с тем, есть ли у нас сегодня резервы для возможности привлечения инвесторов по сырью. Ну, очень непростой вопрос, потому что интуитивно мы можем догадываться, вот, Сергей Александрович, знаю, там, например, есть у нас Афанасьевский район, там традиционно работает Пемский фанерный комбинат, вот, да, они там очень большое число фанерного сырья заготавливают зимой, вывозят и так далее, да, большое объем фанерного сырья у нас с юга вывозится в Зеленодольск, например, да, и так далее. То есть чисто теоретически мы с вами можем там предполагать, что определенный вроде бы резерв фанерного сырья есть, да, ну, плюс еще, естественно, там около 250 тысяч кубов у нас на Китай фанерного сырья вывозится, да, но в любом случае вопрос все-таки реально посчитать, что если вы сегодня представляете сырьевая база для наших фанерных производств, это крайне важно. Вопрос, как и по всему остальному, потому что, вот, например, там, многие там говорят, давайте там построим лицепильный завод. Коллеги, если на сегодня в Кировскую область мы уже ввозим пиловочник из Вологды, мы ввозим из Архангельска. Для наших перерабатывающих производств. Для наших перерабатывающих производств у нас не хватает уже пиловочник. И поэтому вот здесь очень важный вопрос, о чем мы говорим. Бизнес нужно совершенно на новом уровне обеспечивать информацией. Информация должна быть крайне прикладная и понятная, да, то есть нам сегодня нужно перестраивать многие моменты, новые подходы к информационному обеспечению бизнеса, в том числе и вот в сфере сырьевого обеспечения. Насколько я понимаю, Юрий Геннадьевич, у нас есть еще чисто теоретический лес, да, до которого доступа нет просто. И он, взять его просто невозможно, а в отчетах, в статистике он фигурирует. Ну, безусловно, да. Вот когда мы говорим там о 16 миллионах расчетных лесосеки, да, действительно удобно, они действительно как раз находятся. Но я опять же вам говорил, что вроде бы звучит красиво, там есть что-то вырубать, но вот Сергей Александрович, полностью погружен на эту тему, он прекрасно понимает, что качество лесосеки даже в тех трудных, неудобных местах на болотах и прочее, там оно достаточно низкое и, условно говоря, там объем этой низкосортной триллисины очень высок. Вот, поэтому все как бы не просто, вот с точки зрения реальной оценки, чем мы располагаем. Без реальной оценки мы не сможем очень четко, дозированно и, главное, эффективно привлекать инвесторов. Это вот информационный момент. Рассчитывать на тот лес, я немножко добавлю, который мы не рубим, который в болотах, вот правильно, на него нельзя, то есть это реально плохой лес. Но есть еще лес, который мы не рубим из-за речи, там, где нужно строить дороги, вкладывать инвестиции в лес. Вот новая правительница идет к этому, да, то есть заставляет арендаторов это все делать. Это очень хорошо, потому что есть леса, которые просто нужно сделать там дорогу через речку, и все, и будет тебе хороший лес. Вот на это можно рассчитывать. Ну и, конечно, у нас есть потенциал в развитии фанерных предприятий, то есть строительстве, даже просто модернизации внутренних. Если просто запретить вывоз березы на такие комбинаты, как в Сыктывкаре, в Пермь, в Казань, в Казань, в Костромо. Рынок свободный. То есть, ну, у нас же было как-то... Ввести какие-то регулирующие инструменты мы можем или пока... Ну, когда своим предприятиям не хватает сырья, почему бы... А таксианской политикой заниматься, да, ну что-то я не знаю. Понятно, конкуренция, рыночные отношения, это все очень хорошо. Она позволяет развиваться не только покупателям, продавцу продукции, но и в целом отрасли региона. Поэтому рыночные отношения, это лучшие отношения, которые могут быть в регионе. Да, ну, кстати говоря, что касается законодательной базы, то вот вице-президент Торгово-промышленной палаты России Дмитрий Курочкин, который был у нас на лесном форуме, он тоже говорил, что, конечно, в смысле законодательной базы, и на всех уровнях, федеральной, региональной, муниципальной, работы непочатый край. Очень много противоречий, очень много законов, которые препятствуют трезвому принятию решений. Вроде бы на поверхности оно лежит, но законодательная история не позволяет. И я знаю, что в этом смысле мы достаточно серьезно за год продвинулись в сфере деревянного домостроения. Что касается законодательства, Кировская область здесь тоже поработала. И мы по этому поводу поговорим чуть позже, буквально после перерыва, с Николаем Юферевым, генеральным директором компании «Хольцхаус». Сейчас перерыв. Мы прощаемся с нашими гостями Натальей Кряжевой, министром экономического развития и поддержки предпринимательства, и Юрием Исуповым, старшим вице-президентом Вятско-торгово-промышленной палаты. Благодарю вас, коллеги. А с Сергеем Александровичем Борисовцом мы остаемся в студии. Сейчас будем общаться с ним и с другими промышленными. Продолжается разворот на бизнес. Здесь в студии Светлана Занько и Олег Прохоренко и Сергей Борисовец, который возглавляет Верхошижемский фанерный комбинат. Сейчас мы пытаемся связаться с Николаем Юферевым, генеральным директором компании «Хольцхаус». Я вижу, что Николай уже на связи. Алло, добрый день. Да, здравствуйте, Светлана. Да, Николай, мы до перерыва здесь общались еще с Юрием Геннадьевичем Исуповым и с Натальей Михайловной Кряжевой. Они сейчас уже покинули нашу студию, но тем не менее мы так сказали, что в сфере деревянного домостроения, вот что касается законодательства, которое мы обсуждали в прошлом году в рамках первого лесного форума, что законодательство Российской Федерации не позволяет в должной мере развивать деревянное домостроение. Мы с вами в предварительной беседе этот вопрос обсуждали, и вы говорили, что видны значительные подвижки, и Кировская область тоже здесь сыграла свою роль. Расскажите об этом. Ну, безусловно, я крайне не согласен, что сейчас законодательство не позволяет ничего развивать. На сегодняшний момент по законодательству достаточно большие подвижки идут, и мы видим ту работу, которую ведет Минфонторг, Министерство строительства, Ассоциация деревянного домостроения. Эту работу ее уже видно, и это видно в конкретных объектах, которые уже из дерева выпускаются у нас, в всей территории Российской Федерации. Николай, выключите, пожалуйста, приемник, если он у вас работает, потому что какой-то фон вот сейчас идет. Вот сейчас нормально? Прекрасно, вот сейчас прекрасно. И вы сказали, что осуществляется уже работа за этот год, и видны результаты, в том числе и по объектам, благодаря совместной работе нескольких ведомств, которые вы упомянули. Расскажите, пожалуйста, про этот опыт, какие объекты, что уже удалось сделать? Ну, на сегодняшний момент мы видим ряд спортивных сооружений, достаточно знаковых, которые построены из дерева. Например? Стадион безводных видов спорта в Казани, например. Санабабс-лейная атраса в Сочи. Там дельфинарий в Грозном. А в Кировской области? В Кировской области пока таких каких-то знаковых примеров нету, но у нас развивается сотрудничество по строительству социальных объектов из дерева. То есть, в частности, вы можете видеть, на Театральной площади стоит фельдшерско-акушерский пункт из дерева полностью. И я надеюсь, что в ближайшее время эти фельдшерско-акушерские пункты появятся по всей области. А чего все-таки больше не хватает? Не хватает психологического настроя людей на то, чтобы заказывать, строить из дерева? Не хватает вот таких знаковых каких-то объектов, как вы упоминали, там и трасса олимпийская Бобслейна, и там дельфинарий в Грозном, для того, чтобы тоже продвигать эту тему и показывать о том, что дерево – это современный такой материал, который был недооценен долгое время, о котором забыли. Или чего-то другого, или каких-то законодательных вещей, для того, чтобы массово люди начали в эту сторону смотреть, приобретать, строить именно жилье из дерева. Ну, это комплексное развитие идет. Во-первых, конечно, безусловный имидж деревянного домостроения. Самое главное – людям показать то, что деревянное домостроение совершенно другое уже. Это вот не избушки на курьих ножках, которых привыкли все видеть, а это современные деревянные дома. И именно поэтому мы сейчас в рамках стратегии деревянного домостроения, которая принята у нас в Кировской области, ведем целый курс лекций в Ядском государственном университете по современной деревянной архитектуре. То есть у нас уже ведущие архитекторы, ведущие специалисты деревянного домостроения в стране, они приезжают сегодня в наш город и читают лекции студентам о современных деревянных домах. Это серьезные на самом деле шаги, которые были сделаны в течение года. Во-первых, социальные объекты и действительно ФАП, который стоит на театральной площади. Не удивляйтесь, люди, кто не был на лесном форуме. Это вот Хольцхаус поставил и показал образец вот такого ФАПа. Второй лекции в политехническом для того, чтобы росли специалисты наши, которые могли бы разрабатывать эти истории. Третий, работа на законодательном уровне для того, чтобы вот и субсидирование, в том числе, да, деревянного домостроения у нас было. Это была проблема в прошлом году. А четвертое, все-таки у нас акцент сегодняшней программы на экспортную историю. Расскажите, пожалуйста, о том, как компания Хольцхаус взаимодействует с иностранными партнерами, какие у вас есть планы? Я хотел, кстати, еще немножко про ФАП, про курс лекций. Вот этот сначала, а потом немножко про экспорт. Просто этот ФАП – это как раз-таки результат творения студентов. То есть это не мы разработали, а это именно разработали студенты архитектурных специальностей ВИАТГУ по результатам этих лекций, которые мы прочитали в ВИАТГУ. И тематика продолжается дальше. Если вы подойдете на сегодняшний момент к этому ФАПу, вы увидите там не один объект на презентациях. То есть это несколько объектов. Это и физкультурно-оздоровительный комплекс, который, я думаю, в следующем году уже появится в Кировской области. Это и участковый пункт полиции. Это вот достаточно, это целая серия социальных объектов идет, которые на сегодняшний момент будут реализованы в дереве. И в дереве реализуются сейчас вообще такие очень имиджевые вещи. Например, сейчас наша компания в данный момент выходит на фундамент строительства офисного центра 3500 метров. В проекте есть аэропорт из дерева. То есть вот сейчас проходит тендер на строительство аэропорта. Кировского? Нет, и Кировского, конечно же. Поэтому все очень динамично развивается. И в данном случае важно, что все государственные органы этот посыл поддерживают и своевременно нормативную базу меняют. То есть она на сегодняшний момент меняется уже. Сами посудите, если уже стало возможным просто само по себе проектирование деревянного аэропорта, значит, нормативная база уже сильно меняется. Что аэропорт – это самые сложные требования, самые серьезные требования. Что касаемо экспорта, безусловно, мы развиваем экспорт. Мы на протяжении уже более шести лет сотрудничаем с Альстрийским институтом Хольц-Форшук. Недавно в ходе визита кировской делегации в Вену мы посетили институт, еще раз подтвердили партнерские с ними взаимоотношения. И результатом этой работы является то, что Хольц-Форшук – один из немногих заводов, который может экспортировать продукцию деревянного домостроения в Европу. И мы на сегодняшний момент экспортируем и в Австрию, и в Италию, и в Германию именно конструкцию скленного бруса элемента деревянного домостроения. Так называемая балка БСХ. Бэтшит Хольц называется по-немецки. И мы сейчас видим интерес со стороны Турции, например. То есть мы где-то порядка десяти домов ежегодно отправляем в Турцию. Я вот недавно летал в мир на переговоры. Там сейчас целый комплекс планируется, более десяти тысяч квадратных метров. Это все дома из клеонного бруса. И там мы на равных участвуем с финами в конкуренции, с компанией Нихонко, Контио. Поэтому перспективы есть, и мы стараемся это развивать. И огромная благодарность правительству Кировской области, что они нас поддерживают в этом направлении. Николай, а вообще для увеличения объемов поставки, производства, есть проблема с сырьем, проблема с непосредственно рабочей силой или с оборудованием. Для того, чтобы будет спрос у турок, например, запросят они это домостроение деревянное, массовое. Сможем обеспечить именно за счет производства в Кировской области? Или нужно где-то шире уже смотреть? Нет, ну проблема с сырьем, она была, есть и будет. Тут вопрос конкуренции. Насколько предприятие современное, насколько его технологии позволяют ему платить хорошие деньги за сырье, например, то, в общем-то, оно без сырья не останется. То есть это может быть сырье из любых регионов, самое главное, чтобы было по качеству приемлемо, и там затраты тогда не влияют большие, там, плечо транспортное. Или все-таки важно, чтобы производство и сырье, они были рядом? Нет, ну конечно, это идеально, когда производство и сырье, они рядом. Безусловно, но, к сожалению, пока такое невозможно. И, например, по Лузе мы там 70% сырья пиловочника покупаем в Архангельской области. Николай, тут наши коллеги, которые были в студии, сейчас находятся в студии, обращают особое внимание, что все-таки локация Кировской области не самая удобная, потому что логистическое плечо большое, потому что мы далеко от всех потребителей, и от Турции тоже далеко. А транспортные магистрали в Кировской области, они не в самом лучшем состоянии, мягко так скажем. Насколько эта проблема серьезна для деревянного домостроения? И не заставляет ли эта проблема вас пересматривать, там, пересматривать баланс своих продаж, например, и больше концентрироваться на внутренних каких-то продажах? Ну а в чем мы неудобно это... Ну что, у нас плохие, у нас автодороги плохенькие, так сказать, железнодорожная сеть не развита, тут еще проблемы с... Почему она не развита? Вам не мешает? Расскажите про это просто, логистика. Нет, ну у нас нет никаких проблем с логистикой. Я не понимаю просто, что, например, я, например, сейчас нахожусь в городе Ижевске. Я на сегодняшний момент не понимаю, чем Ижевск, например, лучше, чем КСИРа в плане транспортной логистики. Вот такие же дороги, вот такие же железные дороги. Ну то же самое. Ну, у нас, например, были небольшие проблемы по станции Лузы работы, когда мы вышли на объемы, вот мы на сегодняшний момент 150 контейнеров отгружаем в месяц, и железной дороге пришлось потратить некоторое время на адаптацию к такому выросшему грузопотоку. Кстати, отдать должное, сейчас они адаптировались, и тьфу-тьфу-тьфу, у нас все сейчас ровно, и отгрузки они идут своевременно. То есть Луза это, по идее, самая такая трудодоступная точка, но при этом там у нас нет никаких проблем с транспортной логи. Да, мы сейчас должны будем прерваться, перед тем, как прервется, мы перервемся буквально в нескольких фразах, как вы оцениваете эффективность вообще лесных форумов в регионе? Это второй прошел? Имеет ли смысл продолжать в том же духе? Ну, начнем с того, что их до этого вообще не было. То есть вот второй форум прошел, до этого это была выставка техники, такая слабенькая достаточно, на которую, по большому счету, никто не ходил. С тех пор, как это мероприятие переросло именно в лесной форум, появилась масса дискуссионных площадок. А в этом году мы видим достаточно большое количество этих дискуссионных площадок. Всего, по-моему, больше семейная она была, меня коллеги поправят. И, в принципе, это широкий спектр дискуссионных площадок, начиная от лесозаготовки, заканчивая деревянным домостроением. Каждый человек, кто работает в лесопромышленном комплексе, он мог для себя найти нужную тему всегда. То есть было интересно. Плюс мы видим очень большое внимание власти к этому форуму. Мы видели в этом году Игорь Владимирович, губернатор Кировской области, активно участвовал во всех практически мероприятиях. То есть не было такое, что губернатор прошел, 15 минут что-то сказал на пленарной сессии и ушел. Но здесь мы видели губернатора практически весь день. Он в каждой практически дискуссии, в каждой площадке поучаствовал. И это очень важно. Мне кажется, это характеризует интерес вообще правительства, региону к развитию лесной сферы. То есть это вообще, эта тема очень хорошая. И я считаю, что ее нужно продолжать и уже в следующем году проводить дальше. Спасибо. Спасибо. Николай Юферев, генеральный директор компании «Хольцхаус». Мы прервемся на минуту на рекламу и продолжим разговор. Разворот на бизнес. В итоге второго лесного форума. В Кирове мы подводим. У нас в студии сейчас Сергей Александрович Борисовец, Верхошижемский фанерный комбинат. И мы сейчас попытаемся еще связаться с представителем компании «Мревейст». Я надеюсь, я правильно называю эту компанию. Это нидерландская компания. Сергей Вершинин, ее представитель в Восточной Европе, тоже был как раз на конференции о региональном опыте продвижения продукции УПК на зарубежных рынках. И он говорил о возможности совместного проекта с компанией «Алмис» именно по продаже в Нидерланды пилет. То есть мы говорим сейчас о биоэнергетике, о которой мы лет 20 уже как говорим. И все время на нее какая-то ставка вот такая делалась, на то, что биоэнергетика замечательно, надо развивать, учитывая, какое количество у нас отходов есть. Видишь, внутренний рынок не развивался, внешний рынок был недоступен из-за невыгодной цены. Внутренний не развивался и не развивается, так скажешь. В общем, да. Потому что есть газ, и это приоритет. Газ есть не во всех районах. Да, кстати. И об этом тоже все время речь. Пока там связываемся, да, у меня вопрос к Сергею Александровичу. Все-таки вот этот форум и конференция, которая в рамках него проходила, он про площадки мы... Да, полезность конкретно для вас. Были ли какие-то интересные встречи, переговоры, договоры о намерениях? Либо это просто вот послушать чужой опыт и взять что-то для себя на заметку? Ну, во-первых, это опыт. То есть узнать много нового, того, что ты не знаешь. В частности, например, софинансирование железной дороги и транспорта. Рецко, о котором говорила российская экспорта. Да, да, то есть это очень интересно. А к вам применимо? Да, вот мы сейчас изучаем эту тему как раз, потому что это довольно серьезный этап. Это большие суммы, которые даст удешевление продукта, то есть изначально увеличит экспорт. До 80% пойдет софинансирование. Нет, 80%. Ну, то есть если бы вас сориентировать, например, до Китая, один контейнер ориентировочно 300 тысяч рублей стоит доставка только. То есть 80% это приличная сумма даст удешевление на продукт. Что касается именно нас, да, положительно было много моментов. Делегации из Китая, которые посетили нас, это делегации, с которыми мы встречались уже в Китае. А они прямо на предприятии сейчас к вам приехали, да? Нет, сейчас на предприятии они не приезжали. А вот здесь на лесной форум? Да, мы на лесном форуме общались, то есть видели. Смысл в чем? Наши все фанерные предприятия, они в принципе одинаковые. То есть фанерное производство, оно, как говорят и в Африке, фанерное производство. То есть технология производства, она одна, ее другой не может быть. Поэтому все все знают, и как бы дальше все нужно качество. Качество это добивается тоже людьми, мало оборудованным, еще люди должны быть на предприятии образованы. Ну и сырье. Сырье в Кировской области, слава богу, очень качественное. Для фанеры? Да, то есть наша береза очень ценится. Она беленькая, плотная. Например, в Иркутске береза желта, ее китайцы вообще не любят. А потому что на мебель идет, да, фанера сейчас? Для фанеры важно, чтобы белая была. Или я ошибаюсь? У нас вот в строительстве, например, фанера без разницы какая. То есть если внутренняя отделка какая-то идет, там низкие сорта используют, 3-4 сорт. И такие компании там, ну наши большие, они, например, ориентированы на внутренний рынок и только на строительство. Они производят одну фанеру. Те, которые уже могут технологически шлифовать фанеру, там, первые-вторые сорта производить, это уже мебельщики. Те, которые ламинируют фанеру, это уже, это уже этот, как его назвать правильно, а палубная фанера, это уже монолитная строительство. То есть цепочки вверх-вверх. То есть у нас же сейчас особенно развивается, вот Хольсхаус сказал, они балки начали делать, да, сейчас из шпона делают балки. То есть это много-многослойная длина склеивания шпона в длине и вдоль и поперек. Ну такая технология даже в советское время была, делали гнутики и так далее, какие-то вещи, да, и склеивали. Сейчас раньше это делали из фанеры, а сейчас это все из шпона. То есть это гнут, мебель, там, стулья, крест. Вот мы с вами сидим на стуле сделан, там используется шпон. Делают балки, то есть дома строят, каркасы, складов именно из шпонов сориентированы. Качество. Мы сейчас говорим про качество нашей продукции. Тут мне пишет наш редактор. Давайте сразу забирайте, потому что по телефону у нас Нидерланды. Сергей Вершинин пока не сорвался звонок, поскольку Сергей Матвеевич только что прилетел, и, слава богу, с нами смог выйти на связь. Сергей, здравствуйте. 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 Мы с вами встречались на как раз конференции по региональному опыту продвижения продукции ЛПК на зарубежных рынках. Вы рассказывали о планах сотрудничества с компанией «Алмис» в сфере поставки пилет в Нидерланды. И тут мы с нашим гостем, вот сейчас, который... Повторите. Если я не ошибаюсь, поправьте меня, если не права. Повторите, пожалуйста, потому что связь прервалась на некоторое время, это как раз зона аэропорта. Сергей Вершинин, представитель компании «Левейст». Правильно все? Я правильно произнесла название компании Нидерланды? Вы представитель компании в Восточной Европе. И рассказывали на конференции на лесном форуме в Кировской области о планах сотрудничества с одной из наших компаний, насколько я помню, это была компания «Алмис» по продаже пилет из Кировской области в Нидерланды, потому что биоэнергетика в Европе активно развивается, а в России есть для этого сырье. Верно? Верно. Так вот мы сейчас как раз с нашим гостем Сергеем Борисовцом, он возглавляет фанерный комбинат в Кировской области, один из фанерных комбинатов. Обсуждаем качество сырья. Расскажите, пожалуйста, вот качество сырья для пилет, оно насколько удовлетворяет потребности Восточной, Западной Европы? Вы знаете, мы здесь очень зарегулированы. Прежде всего нам нужны сертификаты Попечительского лесного фонда, это ФСИ-сертификат, и СБП-сертификат. Это СБП-сертификат, это второй сертификат, необходимый для нас, для определяющихся, что пилета произведена из отходов лесопроизводства. Лесосека, пил, стружка, щипа и так далее, и так далее. То есть не дерево взято за основу, а мусор? Обязательно, конечно, обязательно. И вот эти два сертификата, в части моей касающейся, если мы говорим об индустриальной пилете, для меня являются главным документом. Ну, кроме, естественно, технических характеристик пилета. Русские производители, российские производители делают очень хорошую пилету. Да, зачастую она не сертифицирована, это по причине просто неготовности наших небольших производств ориентироваться на западные рынки сбыта. Но мы работаем над этим. То есть вы оказываете помощь, я правильно понимаю, и в сертифицировании, если вас устраивает сам поставщик, если его объемы достаточно приличные, вы помощь сертификации продукции его оказываете? Да, естественно, я это оказываю действие, даже больше. У нас в стране создан российский экспортный центр, который оказывает не только эти услуги, компенсирует материальные затраты, но и даже компенсирует доставку до, в моем случае, до порта Роттердам. Сергей, расскажите, пожалуйста, о проекте, который вы сейчас обсуждаете с компанией «Алмис», а, может быть, уже начинаете реализовывать. Вы знаете, я бы сказал так. «Алмис» — это единственная на данном этапе компания, которую я увидел в Кировской регионе, которая готова производить необходимую нам пилету и, самое главное, готова ее поставлять за рубеж. Все остальные — это небольшие производства, небольшое количество, и пилета 6-миллиметровая. Я хотел бы, конечно, в разы увеличить объем вывоза пилета из Кировской области, потому что такой регион с замечательным лесом, с отличным лесом. У нас отличается лес тем, что он у нас зимой, зимний, да, растет в морозной... И он более плотная древесина, наверное, получается. Абсолютно точно. И я вам хочу сказать, что очень конкурентная получается пилета. По большому счету, вы знаете, мы работаем над тем, чтобы уменьшить количество, поставляемое американцами, пилеты в Европу и увеличить нашу долю в Европе именно по биоэнергетике, по пилете в моем случае. Но что мешает, Сергей? Это очень много факторов. Нам, естественно, нужна поддержка правительства. Без этого мы не сможем, потому что до сих пор у нас... И вот я увидел, в том числе и в регионе Кировском, отношение к глубокой переработке леса недостаточно внимательное, потому что продукты лесосеки, к опилу, опилкам относятся к вторичному сырью. Это не является сырье для производства продукции. Это как мусор. То есть я полагаю, что очень хотел бы увидеть поддержку от правительства Кировской области. На самом деле, начали открыть это уже хорошо. Лесной форум и конференция на лесном форуме. Это мне было очень интересно, выбеседовать с руководством области, с региона. Я увидел уже поддержку. То есть нужна поддержка в части мотивации коммерсантов сбора этого мусора в одних местах. Переработка. Субсидии, если хотите. В Китае это практически нулевые субсидии. Кстати, РЭД сдает 5% на устройство производства, билетного производства. Деньги выделяет. 5% годовых. Что очень-очень приемлемо. Конечно, в ноль хотелось бы, но на данном этапе это очень приемлемо. Спасибо, Сергей. У нас остается буквально минута до окончания программы. Поэтому прощаемся с вами. Сергей Вершинин, представитель компании «Ревейст». И вот эту минуту отдаем Сергею Александровичу Борисовцу. Вот посмотрите, все, кто сегодня говорил, Сергей Александрович, по поводу второго лесного форума, все-таки говорят, у всех разные отношения и ощущения, и достигнутые договоренности разного уровня и объема. Но все какую-то надежду сохраняют, что все-таки это шаг вперед. И что форум следующий будет еще представительным. И заметьте, особенно говорят о том, что мы надеемся, или нам приятно, или мы видим, что внимание правительства Кировской области, оно как бы усилилось к этой лесной сфере, они глубже погружаются в проблему, и, наверное, лучше до них есть возможность донести наши потребности. Да, все верно. То есть наше новое правительство, оно идет к людям. То есть оно показывает, что мы ближе к вам, давайте общаться, давайте разговаривать. И, конечно, для бизнеса это очень хорошо, потому что нам не нужно писать какие-то письма, еще узнавать что-то. А мы пришли, сели, поговорили, обсудили, все замечательно. А когда еще привозят, иностранные компании приезжают, которые... Которые не стесняются говорить, где они видят проблемные зоны. Да, все верно. Это вообще замечательно. Поэтому такие форумы обязательно нужны, вот эти конференции, все, это очень полезно, это очень нужно. Вот у меня один из работников отправлял на форуме за круглый стол по рабочей силе, например, по образованию. Это тоже очень знаменательно было на данном форуме, этот круглый стол, потому что у нас кадров обучения в лесной отрасли вот только-только заново начинаем возобновлять. Она все умерла, можно так сказать. А оно нужно. А разговаривали с опорным вузом нашим или с техникумами? Они выступали, наши техникумы, лесколледжи, разговаривали, что мы можем, что мы хотим. А вы говорили, что вам нужно. Что нам нужно. Что вам нужно. Вот в фанерной отрасли я в частности могу сказать, что у нас специалистов именно никто не обучает. То есть раньше в Советском Союзе обучали, проходили практики, люди на комбинатах и все. А сейчас этого нет. А вы берете практикантов? Да, мы с удовольствием готовы. У нас часто приезжают экскурсии с лесоколледжа. Они приезжают к нам на экскурсии, все, они походят, посмотрят, но говорят, студенты как-то не говорят. Мы знаем, что они говорят. Сергей Александрович нам подкинул очень хорошую тему для разворота на бизнес, Олег. Это кадры. Мы все время с тобой стараемся касаться, конечно, этой истории, но вскользь. Я бы даже сузил, наверное, эту тему тогда. Кадры для лесной отрасли. Для какой-то сферы. И мы приглашаем вас, Сергей Александрович, на этот круглый стол. Здесь у нас будет двухчасовой тоже разворот на бизнес. Мы пригласим все заинтересованные стороны и подробно ее разберем. Эту тему сейчас благодарим. Сергей Борисовец, глава Верхошижимского фанерного комбината, Олег Прохоренко и Светлана Занько. Разворотный бизнес завершен. Всем спасибо. Спасибо. До свидания.